Игры состоятся, министр спорта сегодня развеял все сомнения сельских спортсменов. Из ветхого жилья в проблемное Народный фронт проверил новостройки в Ягоди и потребовал объяснений от застройщика. Возвращение святыни Благовеченский монастырь вновь обрел икону, написанную век назад с арабыскими сестрами. И начнем с новостей округа. Господдержка сельского хозяйства и проблемы с кредитованием отрасли. Такие актуальные вопросы сегодня обсуждали участники Большого агропромышленного форума «Приволжский день поля». Он прошел в селе Татинец Нижегородской области. В нем участвовала и наша делегация, а возглавлял ее глава республики. В рамках форума прошла и специализированная выставка, где регионы смогли представить свои успешные проекты. А накануне глава республики дал поручение ижевским властям разобраться с остановками пригородных автобусов. Сегодня на них нет ни павильонов, ни навесов. Город в свое время, объявив войну ларькам, где нередко торговали спиртным, ликвидировал остановочные комплексы. А взамен ничего не установил. Так что теперь в ожидании транспорта у пассажиров, едущих на садовые участки, нет возможности ни присесть, ни спрятаться от дождя. Я проезжаю по улицам города Ижевска, будь то Удмуртская, будь то Кирова, вот вижу этот народ, как они стоят. Ведь там стоят в основном дети и пожилые наши люди. Поэтому сегодня дал команду, чтобы глава города вместе с администрацией посмотрели эти места, где люди стоят и сделали навесы. Красиво должно быть. Должны быть лавочки, чтобы люди могли и посидеть. Глава Удмуртия пообещал через некоторое время проверить, как городские власти исполнили его поручения. Как сделать городскую власть открытой и понятной для жителей? Свои мнения на дискуссионной площадке «Единая Россия» высказывали общественники. Их предложение записали и наши журналисты. Точечная застройка или пуск нового маршрута? Эти нововведения стоят того, чтобы спросить у самих горожан, насколько это нужно. В ходе такого диалога могут появиться более рациональные идеи решения. Это только одно из предложений, которое прозвучало на дискуссионной площадке «Единой России». Много очень вопросов неурегулированных. Почему? Потому что власть решает одно, не спрашивая общество. Общество недовольное. Кто такое общество? Это мы с вами. Жители нашего города в данном случае. И когда решается вопрос в угоду власти, это не всегда хорошо для общества. Прямой диалог предлагается наладить, например, с помощью отчетности в интернете. Чиновники разного уровня будут размещать в открытом доступе отчеты о своей работе. К публичной системе оценки пригласят и саму администрацию города. Есть идея организовать ряд семинаров для чиновников, чтобы они на практике почувствовали проблемы горожан, в том числе инвалидов. Для меня, как для представителей Всероссийского общества инвалидов, важно, чтобы, наверное, мы тоже будем это инициировать, чтобы человек власть имущий сел в инвалидную коляску и проехался по городу. Зоопарк, театр кукол, медико-социальная экспертиза. Здесь есть доступная среда. Но это редкие положительные примеры. Вот центр города. Пешеходный переход через Пушкинскую. От театра оперы и балета съезд есть. А на обратной стороне дороги практически непреодолимый для инвалидов бордюр. На дискуссионной площадке общественники также выступили с инициативой создать Совет по делам инвалидов с полномочиями инспектировать строящиеся объекты именно с точки зрения их доступности. Ряд предложений активистов войдет в план развития Ижевска. Елена Реверчук, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». В планах Минэкономики региона провести большие презентации экономического, промышленного и инвестиционного потенциала Удмуртии в рамках проведения года Удмуртии в Москве. Как сегодня рассказала глава ведомства, пройдут они осенью, подготовка к ним уже началась, а основными площадками для презентации станут Госдума, Совет Федерации и Торгово-промышленная палата. Мы там планируем поднять порядка семи серьезных вопросов. И это вопросы промышленности, кластер, это вопросы социальные. Ряд объектов мы все-таки будем настаивать, чтобы нас поддержали по включению там программы финансирования в этом и в следующем году. Продлить маткапитал до 2025 года предложили в Народном фронте. Программа денежной поддержки семей с двумя детьми должна закончиться уже в конце 2016 года. Растянуть ее еще на 10 лет вынуждает спад рождаемости в 90-е. Со следующего года количество женщин активного репродуктивного возраста уменьшится. Программа потолкнет семьи не останавливаться на одном ребенке. Активисты говорят, за программу выступает и статистика. Сертификаты получили более 6 миллионов семей по всей стране. Отказ от этой программы показал бы, наверное, снижение вот этой активной демографической политики государству. И наверняка привело бы к принятию решений о, может быть, нерождении или отложении на длительный период, а может быть, вообще снятие с повестки рождения очередного ребенка в семье. В Народном фронте выступают не только за продление, но и за расширение программы. Получать маткапитал предлагают и за третьего ребенка тоже, чтобы многодетных семей стало больше. На контроле Народного фронта и жилищные вопросы сегодня фронтовики проверили, насколько качественное жилье получили жители Икбодинского района по программе расселения из аварийного жилья. Итоги рейда в репортаже Светланы Булановой. Новому дому нарадоваться не могли, воодушевленно, говорит Александр. Долгожданного переезда из деревянного барака очень ждали. И даже двухнедельная задержка сдачи многоквартирного дома не омрачила радость семьи Петровых. Активистам Народного фронта Петров показал и свои 27 квадратов. Семье из шести человек у Александра три сына и дочка тесновато. Да и играть детишкам негде. Детской площадки нет. А в доме для переселенцев ребятишек живет много. Не обустроен и двор, даже скамеечек нет. Чиновники поясняют, благоустроенная придомовая территория не предусматривалась. По площадке пояснить не могу, но, скорее всего, дело в том, что контрактом были запланированы только работы по возведению конкретных жильев. А там уже, вот смотрите, все полностью, вот она. Вон вся отмостка, она уже вся рассыпается. Ее через полгода не будет. Почему рассыпается отмостка дома, в котором проживает 24 семи, фронтовики собираются выяснить у организации, заливавшей этот фундамент. Ее представителей сегодня здесь не оказалось. Югшурбодинский дом активисты взяли под свой личный контроль. Дома для переселенцев, построенные в Глазове, Водкинске, Сараполе, Балезинском, Глазовском и Красногорском районах, оказались в центре внимания Народного фронта. Ижевские дома на улице Дружбы тоже под пристальным оком фронтовиков. На сегодняшний день мы нашли информацию, что город Ижевск проводит тендер на проектирование защитного экрана. Хотя на самом деле это решение города, но мы не совсем понимаем его, потому что прокуратура при своем предписании говорила о другом. Она определяла, что жители должны быть переселены из этих домов, им должно быть предоставлено жилье соответствующее всем нормам. Результаты мониторинга по домам для переселенцев уже в понедельник будут отправлены в Москву. Там пройдет расширенное заседание Общероссийского народного фронта по вопросам расселения из аварийного жилья. Светлана Буланова, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Участники международного форума «Иволга-2015» вернулись в Удмуртию. В Самарской области студенты, сельская и работающая молодежь представляли свои проекты. Социальные, спортивные, патриотические и экологические. Лучше получили деньги на реализацию идей. С грантом в 150 тысяч рублей с форума вернулся Евгений Свинцов. Он из Воткинска на форуме представлял свой проект под названием «Вот бардак». Это сайт, где любой житель города может пожаловаться на незаконные стройки или недоделанные дороги и стихийные свалки. За недолгое время работы ресурса в Воткинске уже удалось ликвидировать два десятка мусорных куч. Присылают мультимедиу разную, то есть это фотографии, видео, просто пишут жалобы, потом появляются фотографии. Потом мы начинаем либо ликвидировать это сами, либо у нас есть юрист, который пишет жалобы в административные органы, потому что позиция граждан у всех. Ну ладно, так вот, в общем, оставим и все. То есть сейчас мы хотим дать людям грамотность для того, чтобы они сами могли писать примеры жалобы. Денежный приз Евгений намерен потратить на печать социальной рекламы. О своих планах он поделился с Александром Соловьевым. Глава Удмуртии провел встречу с участниками форума. Приглашенных было 84 человека. Из них еще 9 получили высокую оценку экспертов. Автором этих проектов глава республики пообещал, что обсудит с правительством вопрос о возможности финансовой поддержки и дальнейшей реализации этих проектов на территории Удмуртии. 350 километров на велосипеде, байдарке и пешком по труднопроходимой местности. Двое экстремалов представляли Удмуртию на знаменитой мультиспортивной гонке Red Fox. Соревнования состоялись в Карелии. Впечатлениями от поездки спортсмены поделились с нашими корреспондентами. Команда «Смеющиеся пеликаны» в составе Сергея Брагина и Игоря Готца уже успела приобрести известность благодаря участию в республиканских мультиспортивных гонках. Набравшись опыта, решили попробовать силы на международных стартах и отправились в Карелию. Покорять трассу в районе Онежского озера вместе с гостями из Америки, Швеции и Дании. В общей сложности на старт вышли 300 экстремалов. Большой участок был и вело, этап ориентирования, который включал где-то около 190 километров. Байдарочный очень большой этап был около 100 километров. Беговой этап занимал около 50-60 километров. Всё это надо было уложиться 72 часа. Чтобы успешно выступить на столь крупных соревнованиях, нужно не только самому быть в хорошей физической форме. Важно, чтобы и снаряжение было качественным. Всё должно быть прочным и лёгким. Готовясь к Рэдфоксу, мы, собственно, пересмотрели всё своё снаряжение, облегчили его, насколько смогли. То есть поменяли карабины на более лёгкие. Ну, то есть фактически считали граммы, чтобы уменьшить вес и в течение трёх суток тащить на себе как можно меньше железа. По итогам первой в своей карьере международной гонки Рэдфокс Брагин и Гоц показали весьма неплохой результат. Стали пятыми. Однако амбиции не дают покоя. Через год смеющиеся пеликаны вновь поедут в Карелию и планируют стать чемпионами. Илья Вихарев, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». Республиканские сельские игры начнутся вовремя. Такое заявление сделал сегодня министр спорта. Игорь Краснов заверил, что строительный конфликт не повлияет на проведение соревнований. Хотя неделю организаторы всё-таки из-за этого потеряли. На сегодняшний момент у нас стадион практически закончен. Вы все знаете, что два года назад там было постелено футбольное покрытие новое. Значит, сейчас там заканчивают работу ребята по укладке спортивного покрытия «Монда». Начата разметка, собственно говоря, как бы самого стадиона в лёгко-отехническое. Уже завтра с полудня на стадионе начнутся лёгко-отехнические соревнования с четырёх часов футбольной матчи. Всего в республиканских сельских играх примут участие полторы тысячи спортсменов. За четыре дня они разыграют 130 медалей в 18 дисциплинах. Православные верующие Сарапула стали свидетелями настоящего чуда. В город, в Благовещенский монастырь вернулась икона, написанная сёстрами этого монастыря почти век назад. Подробности этой удивительной истории монахини рассказали нашим журналистам. Матушка Ангелин до сих пор с придыханием вспоминает то удивительное весеннее утро, когда монастырю вернули святыню. Произошло это случайно. Икону рано утром привезли верующие. Хотели отдать в храм, что находился неподалёку, но тот был ещё закрыт. Когда монахини взяли икону в руки, сразу поняли, что они обрели. Господь наш пришёл к нам. Именно там, где он должен быть. Написано нашими сестрами. Икона «Господь-вседержитель» была написана в 1918 году монахинями Благовещенского монастыря, работы которого славились далеко за пределами Сарапула. В конце 19 века сёстры получили бронзовую медаль и почётный диплом за свои рукодельные работы в Чикаго на Всемирной Колумбовой выставке. В то время были иконописные школы, золотошвейки. Был грохотал своей славой. В годы гонения в 1923 году монастырь закрыли. Спустя почти век его решили возродить. Правда, не в родных стенах. Ещё в Великую Отечественную территорию монастыря отдали под производственные цеха. Здесь и сейчас находится радиозавод. Но место для верующих в Сарапуле нашли. Монахиням передали старинное здание, бывшую начальную школу купца Жилина. Последние два года дом пустовал. Теперь его обустраивают всем миром. Такие здесь люди замечательные, вообще замечательные. Приходят, сами приходят, сами приходят. Стены если ломать, так стены ломают вместе с нами. Землю таскать ничего не гнушается. Землю таскать пылище, а всё равно. Всего за три месяца монахи не успели обустроить несколько помещений и обзавестись хозяйством. В планах открыть церковную школу и мастерскую золоташвек. А работа, говорят сёстры, с появлением иконы закипела ещё быстрее. А молитва стала трепетнее и глубже. Сам Господь пришёл в образе вот этой вот иконы и говорит, да, вы идёте в правильном направлении. Да, я с вами. Екатерина Змачинская, Юрий Егоров, телеканал «Моя Удмуртия». И на этом всё. До встречи. Более полутора тысяч моделей. На меховой выставке «Зимняя сказка» только российских производителей. А это значит проверенное качество. Когда дело касается шубы, ошибиться нельзя. Хорошая шуба прослужит не один десяток лет. Согреет в мороз, а сегодня ещё и позволит своей хозяйке сэкономить. Мутон у нас разный, ценовая политика разная. Вот, например, вот эти шубки, они 12 900, 15 900. Очень доступная цена, качество ничем не отличается от мутона премиум класса, который подороже. Также у нас на некоторые фабрики существует система скидок. Допустим, вот такие шубки фабрики «Алев», на них 50% скидка. От самого доступного варианта из мутона в пределах 9 тысяч рублей до шикарных манто из норки. Последних модных моделей этого сезона. Мех на любой вкус. Кролик, енот, нутрия и лиса. Спросом пользуются дублёнки и шапки, мужские, женские, детские. Покупатели знают, к зиме дешевле готовится летом. Ну вот, мне мутоновым понравится очень, да. Хороший выбор можно выбрать. Цены нормальные. Цвет выбор можно прибрать хороший. Выставка «Зимняя сказка» будет работать до 12 июля в Государственном цирке Удмуртии. Шубы своей мечты теперь можно купить и с рассрочкой платежа.